Привет автомобилистам, умным гаражистам, знатокам машины шин. Для вас самые последние новости и исторические факты из мира шин и автомобилей. Перед началом новостей, как обычно, прошу всех наших подписчиков подписаться на наши каналы в Телеграм и Дзен. Это позволит вам быть в курсе последних событий в шинной и автомобильной индустрии. Коротко об основных новостях прошедших недель. На выставке Сима 2023 в США сразу несколько производителей шин представили новинки предстоящего сезона 2024. Новая вседорожная модель Maxxis Razor ATS поступит на мировой рынок в следующем году. Шины относятся к категории All-Terrain и обладают также спортивным уклоном, о чем свидетельствует индекс S-Sport в ее названии. Они будут иметь маркировку 3 по МСФ, что означает об их возможности использовать при любой погоде и в любое время года. Первые типы размера этих шин поступят в продажу в первом квартале 2024 года. Компания Микки Томпсон также продемонстрировала посетителям новинку BioBoss XS, разработанную для автомобилей высокой проходимости. Новая модель позиционируется как замена предшествующему поколению грязевых покрышек BioBoss MT, появившимся на вермом рынке в 2019 году. Модель появится в продаже к очередному сезону гоночных соревнований Ultra 4. Ожидается, что шины будут представлены в трех вариантов типоразмеров с посадочным диаметром 17 дюймов. Компания Kenda провела презентацию новых моделей покрышек, которые будут доступны в продаже со второго квартала 2024 года. В частности, производитель шин представил две новинки — это Clever HT4S и Clever AT-Trail, которые дополнят одноименную линейку шин для автомобилей категории SUV. Российский экологический оператор UberU добавил почти полторы тысячи пунктов сбора отработанных автошин в свое фирменное приложение. По словам генерального директора данного предприятия, ежегодно российские автолюбители выбрасывают почти миллион тонн старых покрышек, которые, согласно действующему законодательству, относятся к категории опасных отходов. Из всего этого количества на утилизацию отправляется примерно половина, то есть около 0,5 миллиона тонн. Остальные БУ-шины, к сожалению, в большинстве случаев выбрасываются на стихийные свалки, что наносит ущерб экологии. С помощью онлайн-карты в приложении Рео можно легко найти ближайший пункт сбора и утилизации использованных автошин. Как утверждают представители инженерно-технического отдела белорусской шинной компании Белшина, в ближайшее время компания планирует освоить производство новых видов продукции. Помимо легковых, грузовых, сельскохозяйственных, индустриальных шин, которые в данный момент составляют основу ассортимента, компания может наладить выпуск мотоциклетных и велосипедных покрышек. Работы в этом направлении уже ведутся, несмотря на некоторые трудности. Одна из проблем заключается в том, что для запуска вот этих новых производственных линий потребуется соответствующее оборудование, совершенно другой цикл. И вот эта обкатка может занять достаточно много времени, в пределах двух-трех лет. В октябре этого года представители шинной компании Сайлун официально представили информацию о том, что компания планирует масштабную модернизацию одного из своих заводов на территории Камбоджи. Согласно опубликованным сведениям, корпорация намерена инвестировать в расширение производственного комплекса почти полтора миллиона юаней, что эквивалентно 0,2 миллиарда долларов. Ну что ж, Сайлун хочет занять достойное место на рынке. После модернизации шинная фабрика сможет выпускать более чем в полтора раза больше шин. Производственная линия была запущена в 2021 году, на текущий момент имеет годовую мощность 10,65 миллиона покрышек, из которых почти 90% предназначаются для легкового транспорта, а остальная часть переходится на автобусные и грузовые шины. Расширение предприятия позволит увеличить суммарный показатель производства почти на 6 миллионов шин. На российском рынке в продаже появился внедорожник Дон Фэнк Паладин. Производитель в качестве основы использовал модель Ниссан Тера. У него изменена решетка, задний бампер, убрали хром, производители применили собственный логотип. Производством Паладин занимается совместное предприятие Дон Фэнк и Ниссан в Китае. Модель с таким названием выпускалась до 2015 года, в 2004 году принимала участие в ралли Дака. Последнее время снова возник интерес к внедорожникам, и поэтому это совместное производство решило возродить свой рамник. Ну вот и все на сегодня. Ждем следующих новостей из мира шин и автомобилей. Увидимся, как обычно, через неделю. Подписывайтесь на наши каналы в Телеграм, Ютуб и Дзен, чтобы оставаться в курсе самых последних новостей и новинок шинного рынка. Ну и, конечно, посетите наш сайт интернет-магазин 4точки, профессиональный эксперт в области шин и дисков. В электронном каталоге нашего интернет-магазина вы найдете широкий ассортимент шин и новинок, о которых мы рассказывали в наших новостях. Удачи!